Это проведение искусственной вентиляции легких, такое самое основное для поддержания жизнедеятельности организма до приезда медицинских работников. То есть вы сами это сможете сделать? Да, мы проходим обучение. Как ни странно, знакомство с новым автопарком ГИБДД начинаем с аптечки, которая идет в комплекте к седанам. Теперь экипаж может частично заменить реанимобиль. Здесь аппарат для искусственной вентиляции легких, носилки, жгуты и бинты, потому что нередко инспекторы на место ДТП приезжают раньше скорой. Свои прямые обязанности экипаж также сможет выполнять гораздо лучше и быстрее. Мощность новых машин позволит инспекторам посоревноваться даже с ярыми гонщиками. Машина данного типа имеет турбированный двигатель мощностью 180 л.с., развивает скорость 260 км в час. Поэтому, кто попытается уйти, у него это не получится. В салоне оснащение также на высоте. К машине подключено одновременно два аккумулятора, потому что техники здесь предостаточно. Несколько видеокамер, которые захватывают происходящее и снаружи, и внутри, а также радиостанции и громкоговорители. И это не говоря о том, что постоянно приходится подключать дополнительное оборудование, вроде полицейского радара или элементарного планшета. Прямо сейчас во дворе Красноярского краевого управления ГИБДД стоит 32 седана. Еще примерно столько же машин пришло в начале месяца. В той партии были внедорожники, которые уже находятся в отдаленных районах края, там где сложный ландшафт. И, соответственно, поэтому туда уехали именно большие машины. К слову, и эти уже на днях попадут в свой новый дом. Как говорят сами полицейские, проще перечислить, какой район края не получил в этом месяце новый автомобиль. Настолько широкая география. Машины закупили благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». В этом году у нас поступление было 65 единиц транспортных средств. Именно в краевом центре планируется полк ДПС, поступив 17 автомобилей. 7 автомобилей останется в специализированной роте оперативного реагирования. Ну, ближайшие, кто у нас, Емелянова, 4 автомобиля получат. И, надо сказать, что северная территория, северным завозом также 5 автомобилей распределено и, соответственно, будет доставлено именно туда. Всего краевой автопарк за три года пополнился на 260 патрульных машин. Среди них и седаны, и не один десяток внедорожников. Все это, признаются полицейские, увы, необходимость, чтобы ловить то огромное количество нарушителей, которое встречается в каждом городе региона. Елена Саткеева, Андрей Крупнов, Енисей. Новости.